Когда-то при советской власти профессия инженера была такая совсем непочитаемая, они очень мало зарабатывали и так далее. Сегодня умный инженер может зарабатывать огромные деньги. Он должен быть умный инженер и все. Он должен найти такую возможность, выполнять все свои функции только в грамотной компании, а не решать целыми днями кроссворды и ждать там, и обманывать, затягивать решение каких-то технических задач, потому что зарплата идет в месяц, сиди спокойно и жди. Вот, это я, так сказать, говорю об этом. Поэтому я думаю, что, во-первых, нужно выравнивать зарплаты и вложение людей в дело, которое они делают. К сожалению, к большому. Меньше всех зарабатывают те, кто сверлит и бурит скважины, а больше всех зарабатывают там, которые сидят наверху и вообще. Эти скважины в глаза не видел и так далее. Такая диалектика жизни, так ли, сяк ли, получается так. Но, тем не менее, в какой-то момент они вынуждены будут поднимать зарплату, чтобы привлекать людей. Привлекать людей, значит, инфраструктурами. Приезжайте к нам, вы получите шикарную квартиру, вы будете иметь со скидками то, то, то и то, и то. Как настоящий капиталист заинтересован, он всегда будет охранять своего и рабочего, и инженера. Охранять, давать ему льготы, подкидывать какие-то бесплатные питания, одежду, то, сё, пятый. Таким образом, на круг он будет всё равно в порядке. Так и нам придётся самим тоже этим заниматься.